Музыка Богдан Пасось приехал на второй этап лечения в центре Лизарова из Ямало-Ненецкого округа. 22-летний парень с тяжелой формой ДЦП решительно настроен твердо встать на ноги на суше, так как в воде Богдан уже в своей стихии. В плане я уже занимаюсь почти скоро будет 5 лет и я уже достиг довольно таких скромненьких результатов. Я уже двукратный чемпион России и губернаторский стипендиарт города Ноябрьска и спортивная элита города Ноябрьска. В апреле 2015 года Богдан установил рекорд России в заплыве на дистанции 50 метров на спине и вольным стилем на открытом чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Кроме того, пловец завоевал золотую медаль на 200-метровой дистанции вольным стилем и серебряную в 100-метровке на спине. Я хочу сказать, что плаванием чисто для себя надо заниматься, чтобы спастику снять, чтобы движения были более расслаблены. То есть оно помогает? Да. А спортивные достижения – это как бы уже второй план. Таких прекрасных успехов в плавании Богдан добился уже после первого этапа лечения в центре Елизарова. Я хочу поблагодарить нашего лечащего врача и хирурга Папкова Дмитрия Арнольдовича. Есть люди, которые от Бога. Я считаю, что он такой вот у нас хирург, потому что мы пришли. Вот сейчас у нас как бы ровненькая стопочка, нагрузка на стопочку. Мы пришли сюда вообще с вывернутой стопой, коленка вовнутрь, не разгибалась. Вот он нам как бы, как доктор Айболит, сделал ровненькую ножку. Лечение ДЦП – это комплексная проблема. В центре Елизарова устраняют ортопедические осложнения ДЦП, используя подход многоуровневых одномоментных хирургических вмешательств, когда за одну операцию корригируются все имеющиеся ортопедические проблемы – деформации, подвывихи, вывихи, фиксированные контрактуры. Такой подход позволяет соблюдать принципы ранней реабилитации, сохранять двигательные возможности пациента и, как можно раньше, возвращать его к повседневной физической активности. У Богдана, у которого имеется высокая спортивная активность, не просто физическая, а спортивная, у него высокий результат, задача стояла не только убрать дефекты, нарушения, которые мешают повседневной активности, но и сохранить его спортивный уровень. Что удалось? Благодаря тому, что было сокращено вот этим многоуровневым одномоментным вмешательством количество операций наркозов и, соответственно, длительность госпитализации. Во-вторых, применялись импланты, которые позволяют начать раннюю двигательную активность буквально через 2-3 недели после операции и перейти к полноценным тренировкам где-то через 1,5-2, ну и в некоторых случаях 3 месяца. Надеемся, что и после второго вмешательства он будет по-прежнему выдающимся спортсменом нашей страны. Устранив наиболее тяжелые деформации на левой ноге, Богдан оценивал прооперированную конечность как более функциональную, чем неоперированную правую. Поэтому спустя 2 года семья посось снова в Курганском центре, чтобы исправить и вторую ногу. Надеемся, что вторая ножка у нас точно так же успешно прошла операция, пройдет также разработка, разрабатываться мы, надеемся, тоже в этом центре. И думаю, что после этой операции, после разработки Богдан может сделать самостоятельно, уже без дополнительной помощи, какие-то шайки. Богдан спортсмен. Он знает, чего хочет и за что борется. У него большой потенциал. Парень в начале своего спортивного пути и после операции и реабилитации он планирует выполнить норматив первого разряда – защитить КМС. Во всех начинаниях его поддерживает мама. Он мой чемпион, он мой поэт и он мой сыночек. Очень хороший, трудолюбивый ребенок, отзывчивый. Потом интересный в общении, потому что очень много читает. Чуть-чуть лентяй, ну как и всем людям, нам же свойственно лениться всем, ну и ему так же. Ну и тем не менее, он еще и трудяга. Лень идет у нас на второй план, а трудолюбие на первый. И все, что мы достигли, это благодаря его сильному характеру, его силе воли и трудолюбие. Плавание – не единственное увлечение юношей. Богдан учится в университете, работает наставником по плаванию, много читает, собирает лего, пишет стихи. Сейчас я больше специализируюсь на фан-фикшенах. На фан-фикшенах? Угу. Кто у вас герой любимый? Ну я пишу на разные темы, там, про супергероев, иногда себя вставляю. Я делюсь только с тем, кого, ну, как бы, хорошо знают, с кем хорошо знаком, и этот человек может сказать, хорошо это или плохо, или что нужно подправить, где экшена добавить, где более романтики. Еще он мечтает заниматься режиссурой и снять, наконец-то, достойное завершение саги о Человеке-пауке. Главной суперсилой которого считает чувство юмора и человечность. А вообще я плакал, когда сходил на Человек-паук, на Человек-паук-2 высокое напряжение. Очень похоже, даже в самых плохих ситуациях мы оба шутим. Своими трудностями Богдан не привык делиться, предпочитая справляться с ними самостоятельно. Однако считает, что выслушать человека тоже очень важно, это помогает и поддерживает. Главное – найти себя в этой жизни. Я считаю, что почти нашел. То есть я хочу что-то еще попробовать. Но я такой человек, мне никогда не интересно сидеть на одном месте и заниматься одним и тем же. Мне надо попробовать что-то разное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!